Всем привет! Меня зовут Вадим Кароленко, для тех, кто меня еще не знает. Я сооснователь университета Atom и уже более 6 лет я в маркетинге. Сегодня мы с вами поговорим про такую тему, как основные заблуждения и ошибки, мифы о профессии трафиколога, таргетолога, либо трафик менеджера, как говорят. И расскажем о реальности и ожиданиях того, что происходит в этой профессии на самом деле. Именно из-за того, что огромное количество заблуждений, мы приняли решение создать ролик, в котором сопоставим ожидания и реальность о профессии таргетолога, либо трафик менеджера. Итак, сегодня мы разберем 4 основных заблуждения о профессии трафиколога. Первое заблуждение. Оно звучит так. Это чисто техническая профессия. На самом деле это совсем не так, потому что для того, чтобы создавать крутые рекламные компании, иметь выдающиеся результаты и давать их своим заказчикам, нужно иметь как минимум какой-то формат креативности, понимание того, что красиво, что современно, что уже совершенно выглядит устаревше. И на самом деле является тем, что выколи глаз, как говорят в рекламных компаниях, и попросту не будет заходить вообще никакой целевой аудитории. Поэтому первое заблуждение это чисто техническая профессия. На самом деле это не так. Нужно иметь какое-то чувство стиля, чувство дизайна и того, что красиво будет и эффективно для целевой аудитории. Заблуждение номер 2. Нужно быть компьютерным гением. Нет, компьютерным гением на самом деле быть не нужно. Нужно быть больше маркетологом, чем компьютерным гением. Нужно понимать путь клиента, нужно понимать воронку, нужно уметь управлять сознанием потребителя по пути клиента. Именно это является ключевым в профессии крутого трафик-менеджера, поскольку если вы просто настраиваете трафик в рекламном кабинете и не имеете понимания общей воронки, общего пути клиента, это становится неэффективным и вы начинаете сливать рекламные бюджеты. Об этом и многом другом мы говорим на нашем бесплатном прямом эфире, как зарабатывать 100 долларов в день на стройке рекламы Facebook и Instagram. Заблуждение номер 3. То, что сейчас работает в рекламе Facebook и Instagram, оно же будет работать и через год. Как это на самом деле? На самом деле это большое заблуждение, потому что алгоритмы Facebook и Instagram меняются, как правило, раз в полгода, либо раз в квартал, и то, что работает сегодня, оно уже не будет работать через 3-4-5-6 месяцев. С одной стороны, это минус. Нужно быть всегда готовым к изменениям, анализировать, внедрять какие-то правки, а с другой стороны, это большой плюс. Большой плюс в чем? Это возможность быть гибким, тренировать свой мозг и не останавливаться, а продолжать свое развитие. Потому что, как известно, когда мы останавливаемся, мы деградируем, а не идем вперед. И четвертое, самое большое заблуждение, которое есть в профессии трафиколога, это то, что это просто. Профессия таргетолога это просто. На самом деле это далеко не простая профессия, и это одно из самых больших заблуждений, которые есть, так как таргетолог должен обладать большим количеством разносторонних качеств в себе. Какие это качества? Необходим технический склад ума, просто потому что нужно посидеть в компьютере, поклацать, понимать, где какая кнопка, как это все устроено, и иметь минимальное понимание юзабилити интерфейса компьютерных программ и рекламных кабинетов Facebook. Второе. Это возможность минимально считать цифры. То есть, хотя бы какую-то минимальную математику нужно понимать, потому что вся реклама это о окупаемости и прибыли вашему заказчику. Если вы не сможете посчитать цифры окупаемости и прибыли, то не сможете в принципе создавать эффективные рекламные кампании, потому что это все идет о декомпозиции. И, кстати, о декомпозиции у нас есть другой ролик на нашем YouTube-канале, можете перейти на него и посмотреть. И при этом всем вы должны иметь творческое начало, потому что если ваши рекламные креативы это просто выколи глаз, то все, что вы сделали до этого, станет абсолютно неэффективным. Вы это можете делать как самостоятельно, либо с помощью подрядчиков, но тем не менее чувство вкуса и стиля и дизайна у вас должно быть. И последнее, почему профессия таргетолога это не просто, это то, что нужно быть всегда на связи, или хотя бы какой-то большой кусок времени нужно быть на связи. Почему так происходит? Заказчики могут часто спрашивать о результатах рекламных кампаний, либо просить внедрить правки, исходя из изменений в их бизнесе. Именно поэтому для них супер важно, чтобы вы находились в коннекте, были на связи и готовы были быстро внедрить изменения, а не крутить неактуальную рекламную кампанию. Поделитесь своими представлениями о том, что сложного или простого есть в профессии таргетолога, и возможно мы это разберем уже в следующих роликах. Потому что я один из лучших маркетологов на рынке СНГ и знаю все про маркетинг. А также для тех, кто рассматривает полноценное обучение с финансовой гарантией результата на выходе, переходите по ссылке в описании этого ролика и оставляйте свою заявку, наши менеджеры с вами свяжутся и дадут все детали. Станьте крутым трафик-менеджером всего за один месяц в нашей образовательной программе Трафиколог. Где колокольчик, а где подписка? Я не понимаю. Тут подписка, а тут колокольчик? На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик в приоритете и до следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok